Около двухсот протестующих собралось у здания колледжа в Гонконге, включая и тех, кто здесь учится. Они вышли на демонстрацию в знак солидарности со студентом этого вуза, которого в ходе протестов 1 октября полицейский ранил выстрелом из пистолета. На этих кадрах запечатлён роковой момент. Это первый случай применения огнестрельного оружия против активистов. До этого полиция стреляла только в воздух. При этом в этом административном районе КНР про демократические протесты продолжаются уже четвёртый месяц. Местные СМИ сообщают, что раненого студента увезла скорая. Его состояние критическое. «Это возмутительно. Такого не должно происходить в Гонконге. Действия полицейского меня очень разочаровали и расстроили. Зачем он так поступил по отношению к студенту пятого курса? Зачем стрелять? Это же настоящее оружие». «Надеюсь, что этот случай тщательно расследуют и дадут людям ответ. Нельзя закрыть на это глаза». 1 октября протесты в Гонконге совпали с чувствительной для Пекина датой – 70-летием основания Китайской народной республики. В тот день Компартия провела в Китае масштабный парад. Между тем, беспорядки в Гонконге никак не способствовали поддержанию имиджа партии. Демонстранты вышли под лозунгами «Освободите Гонконг и верните власть людям». Протестное движение началось из-за спорного закона об экстрадиции. Однако это был лишь повод. Жители острова давно недовольны растущим влиянием Пекина. В этой бывшей британской колонии сохраняется относительная демократия, а Китай управляет ей по принципу «одна страна, две системы». Вслед за ожесточёнными стычками 1 октября началась уборка улиц. «Обычно всё начинается мирно. Протестующие просто идут по улице. Но каждый раз всё перерастает в насилие. Но я думаю, насилие провоцирует полиция. Теперь она использует реальное оружие, не просто слезоточивый газ». «Очень плохо, что в кого-то выстрелили. И из видео понятно, что полиция использовала силу несоизмеримую из ситуации. Протестующий был с трубой. А у полиции есть много способов помимо оружия, чтобы такому противостоять». Власти также сообщили, что в результате стычек 1 октября было ранено не менее 15 человек. был разъяснен на полиции.